Решу я попробовать резать бумагу на станке ЧПУ. И для этого купил вот такую деталь. Она используется в автоматических машинах, которые режут винил тонкий. Винил у меня тоже есть. Вот он, винил. Такой вот. Ну, с ним попозже. Сначала хочу попробовать потренироваться на бумаге, потому что бумага дешевле все-таки. То есть, все вот такое вот маленькое. Вот еще раз померяем. 0,86. Как это собирается? Ну, эта втулка, естественно, стоит... Втулка подачи. Она стоит на своем месте. На нож. Я вот прям даже не знаю, как его лучше показать. Это 40... 45 градусов. Вот такой вот нож. На него одевается пружинка. Сюда. Потом этот нож вставляется в подающую деталь. И... А, еще что надо заметить. На тыльной стороне... Уже... Мелкое все. На тыльной стороне сделаем вот такой вот конус. Помните, вот там вот магнит, который... Вот эта втулка подмагничная. Он в ней будет вращаться свободно. То есть, у него точка опоры очень маленькая. Так, то есть, вот этот вот сюда вставляем. Вставляем. И закручиваем. То есть, все на место собралось. И теперь с помощью вот этого винта... Мы можем подать... Лезвие. Давайте... Я его вращаю. И вот лезвие подается на какую-то глубину. Вот это посадочное место. Вот здесь. Оно было чуть больше... В диаметре, чем пол дюйма. От санга у меня... Пол дюймовое. Ну, я его... Отнес... К токарю. Он мне ее... Снес немножко. И теперь она четко сюда встает. То есть, она вот так вот будет... Видеть. Миняю на пол дюймовую цангу. Чуть-чуть ее наживить. Почему? Почему? Ну, я его можете... Надо учесть, что рез Такими ножами Всегда начинается слева направо И Поскольку Шпиндель будет выключен То есть он не может Надо вручную Выставить положение ножа Пока оно двигается На днях сделал вот такой упор То есть с углом 90 градусов Любая деталь Которая будет сюда становиться Для обработки или резки Она всегда будет Четко становиться По нолям, то есть 0-0 Это очень удобно Потому что не надо Не надо думать, прицеливаться Как это точно положить и так далее Так Я, наверное, первый раз я это делал Я раньше никогда этого делал То есть я, наверное, бумагу С этой стороны Прижму Вот этими вот зажимами Которые у меня есть Резет все равно до них не должен достать Если я все посчитал верно И с такими Маленькими С такой маленькой толщиной Я тоже никогда не работал До этого То есть я всегда работал с деревом А тут с бумагой Толщина у нее Ну, сами понимаете Сейчас мы ее померяем Все, что это есть Это разделочная доска Я купил ее в одном из магазинов Чтобы она здесь рядом Так Ну и я ее проклею Чтобы она никуда не убежала Я не совсем уверен Надо ли это делать На бумаге, как видно Клеится хорошо Сначала я попробую резать Простые геометрические фигуры Так, я толщине бумаги Ну вот Резет бумаги Возьмем Так, штангерный В ноль В ноль В ноль В ноль В ноль одиннадцать Толщина бумаги И теперь надо выставить Высоту по Z То есть Буду это делать Как бы на глаз Ну, она по-моему дотронулась Все, дальше не надо Там мы будем делать Вот эти вот геометрические фигуры Проверить Чтобы она устроила Правильное положение Ну что ж Можно пробовать Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, на одну сотую миллиметра Посмотрим, как она достанет В этот раз Не достанет А потом некоторые края Были чуть-чуть подрезаны Чтобы бумага не очень плотно Кладка лежала Дискры сделал DimaTorzok 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 Ну, насколько это возможно, то есть немножко проявляется, ну, тем не менее. Конечно, лучше лазером, наверное, резать, но пока он исправляется. Также надо рассчитать поточнее, наверное, угол подъема, потому что на каждом повороте инструмент поднимается чуть-чуть, если понаблюдать за вот этим мотором, это на Z, раз поднял его чуть-чуть, и когда он режет, он тоже его чуть-чуть поднимает при переходе на каждый угол. Ну, а нож поворачивается всего лишь из-за того, что острие смещено от центра, полностью на один диаметр, то есть такая элементарная заточка, казалось бы, но за счет этого нож поворачивается, режущая кромка всегда в ту сторону, в которую он двигается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, получился вот такой трафарет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Надо тренироваться резанием. Режем в принципе неплохо. Если косяки здесь какие-то с прорезами есть, то они не из-за ножа, а из-за меня. Потому что, как я уже говорил, я никогда этим раньше не занимался. Так все подрезано. Все маленькие детали отделяются довольно-таки легко. Наверное, я время тратить на это все не буду. Например, вот глаз, вот здесь, этого поросенка. То есть, довольно-таки неплохо. Единственная проблема, это вот когда нож проходит в одну сторону, потом ему надо развернуться, потому что он начинает тащить в другую сторону. И высота, вот эта, должна быть, наверное, на 10 микрон меньше толщины бумаги. Тогда он спокойно сможет кончиком зацепиться и развернуться. Здесь он довольно-таки глубоко сидит, поэтому вот такие вот задиры получились. Да, так. В принципе, трафарет получился довольно-таки неплохой. Ну и сам рез, я не могу сказать, что он грубый. Единственное, что вот на поворотах видно, что, может, угол резца должен быть другой. Потому что в комплекте шло 30, 45 и 60 градусов резцы заточенные под эти углы. Довольно-таки это неплохо получилось. Есть в некоторых местах, хотя я уже сказал, косяки небольшие. Но это, опять же, это из-за меня. Из-за того, что я еще не знаю, как точно пользоваться этой штукой. Вообще так довольно-таки интересно получилось. Довольно-таки интересно. Ну, а потом еще качество самого вектора. Я его просто скачал в сети, сам его не чистил, ничего. Какой вот он был, и такой я его сюда и отправил. Ну, немножко раздражает, что вот эта вот фигня вся. Какая-то виниловая она вклейка, и она прилипает сама к себе, ко всему подряд. Ну, ничего, нормально. Такой даже вполне себе китайский поросенок получился. Ну, а тренироваться. Ну, а так вообще эксперимент удачный. Не на отлично, на троечку. Но от этого уже можно отталкиваться. Если у кого-нибудь какие-нибудь идеи будут, то вы, ребят, не стесняйтесь, подсказывайте. Потому что этот вот флюгерный нож, это для меня дело новое совсем. Ну, ладно-ка. Всем всего хорошего. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok